На портал Экзегет поступают вопросы, и мы этому очень рады, потому что пока есть вопросы, жизнь жительствует. Как только вопросы перестают быть, то всегда оглядываешься, думаешь, может быть, ты уже на кладбище, поэтому читайте Священное Писание, ставьте вопросы и ищите на них ответы. Вопрос очень важный и очень серьезный, по большому счету, поступил на наш портал. И вопрос следующий. Господь прощает аборт кающейся женщине. А как это влияет на мужчину, отца ребенка? Вопрос очень непростой. Мы с вами прекрасно понимаем, что грех аборта, это, можно так сказать, даже страшнее, чем грех убийства. Убийство, когда один человек убивает другого человека. В этом грехе убийства здесь, на земле, уже когда уже родившегося человека убивают, он все-таки такой двоякий для того человека, который был убит. Грех аборта, мы можем встретить у святых отцов, описывается очень страшно, что младенцы, которые были убиты во чреве, они находятся в жизни той и выпьют ко Господу без лица. То есть нет у них лица. Это мы не будем сейчас говорить, разбирать это обстоятельство, мы просто должны это себе представить. Грех аборта страшен тем, что убивается уже личность человека. Мы с вами знаем, что церковь исповедует, что в рождении это тройственный акт. Муж и жена, мужчина и женщина дают ребенку тело, привычки, дают ребенку даже характер какой-то, особенности даже внешние какие-то, наследуются именно ребенком от родителей. А от Бога в момент сочетания соития мужчины и женщины Бог дарует человеку, рождает, можно так сказать, душу. Именно в этот момент рождается новая душа, и человек становится полноценным, трехсоставным. Дух, душа и тело у него присутствуют в момент зачатия его во чреве матери. Это уже личность, но личность еще не крещенная, не просвещенная светом благодати Христовой. Это будет уже позже. Должно быть на восьмой день после рождения, во время появления этот свет. И аборт является очень тяжким грехом. Особенно это знают священники, которые принимают исповеди тех людей, которые уже спустя много лет, наверное, приходят и каются в этом грехе. И действительно, тяжело быть свидетелем, я имею в виду, тяжело именно сердечно священнику вместе с этим человеком переживать именно это покаяние. Ты понимаешь, что уже ничего исправить нельзя. Если разрушенная семья может быть еще восстановлена, если болеющий ребенок, за ним можно еще ухаживать, то здесь уже ничего как бы изменить нельзя. И вот этот грех или покаяние, которое вызывает грех, он несет этот человек сквозь всю жизнь. И дай бог, чтобы он правильно нес это покаяние, изменяя все вокруг себя, именно осознавая, насколько это может быть тяжело и страшно. Вот, конечно, это тяжкий грех. Что же происходит с тем мужчиной, который участвует в этом грехе? Мы с вами, точнее, священство знает много таких историй, когда именно мужчины, именно мужья настаивают на аборте. И здесь я, в общем-то, могу вам сказать, что в количественном плане, скорее всего, 50 на 50. Вот половина тех случаев, с которыми я встречался по поводу абортов, я могу уверенно сказать, что половина из них — это инициатива женской части, которая должна стала быть будущей мамой, но не захотела стать мамой. А 50 случаев из произошедших, 50%, это все-таки вина мужчины, который заставил, который настоял, который, в общем-то, все сделал для того, чтобы женщина сделала аборт. Вплоть до разводов. И такие случаи каждый священник знает, когда муж ставит ультиматум, что если не сделаешь аборт, то я с тобой разведусь. Нам с тобой выше крыши одного ребенка хватит. Или выше крыши двух детей хватит, третьего не надо, мы не потянем и так далее, и тому подобное. И выполняют, к сожалению, тоже часто, хотя я не люблю именно такие оценочные категории, больше, меньше, чаще, реже и так далее, но часто выполняют свои обещания, уходят из семьи, оставляют детей или демонстративно заботятся только о тех, которых они приняли, о тех, которых они наставили сделать аборт, не принимают. Ответственность здесь совершенно одинаковая. Хотя мы привыкли, в общем-то, ощущать, как люди материальные или более материальные, что тот, кто был как бы более сопричастен рождению и не допустил этого, более ответственен. Ничего подобного, дорогие мужчины. Вы разделяете абсолютно участь наказания или участь победы и радости, если вы, в общем-то, будете наставить, чтобы родился ребенок, точно так же, как, в общем-то, и мама. Да, мы привыкли, что мамы больше находятся вместе с детьми. Да, мы привыкли, что как бы с них идет больший спрос в этой жизни. Ну что, ты сделала с ним уроки? Ну что, ты там погуляла с ним? Почему не погуляла? Вот он теперь плохо спит, мы с тобой там не пообщаемся, не поговорим. Ничего подобного. Да, женщина больше находится с ребенком. Но ответственность с мужчины не снимается. Поэтому, как и грех аборта, даже если он совершен без ведома мужчины, он все равно лежит на мужчине. Мало кто из людей не знает того, что от супружеских взаимоотношений между мужчиной и женщиной рождаются дети. Вот, но если даже такие, в общем-то, имеются, то в скором времени они это узнают, что это может произойти. Ответственность на каждом лежит одинаковая, что на мужчине, что и на женщине. На протяжении многих лет вы читаете Священное Писание. Вы его хорошо знаете. Может быть, вы только один раз прочитали Священное Писание и уже считаете, что вы его хорошо знаете. Портал Икзегет приглашает вас проверить эти знания в своей викторине по Новому Завету, которая подготовила именно для вас вопросы, чтобы вы оценили свое знание Священного Писания. Две с половиной тысячи вопросов по Новому Завету. Те вопросы, которые построены именно на текстах Нового Завета, которые откроют вам глубину Нового Завета и глубину ваших знаний. Заходите, спрашивайте себя, отвечайте, получайте результат, и вы увидите, что вы хорошо знаете Новый Завет. А после прохождения викторины еще лучше будете в нем ориентироваться, разбираться и познавать. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.